Эта информация будет полезна начинающему садоводу-любителю. Когда же все же нужна подкормка клубники? Подкармливать клубнику в весеннее время нужно в обязательном порядке. В противном случае можно получить слишком маленький или некачественный вырожай. Без подкормки клубника может обойтись в первый год посадки, при условии, что во время посадки было внесено достаточное количество удобрений. Со второго года растения подкармливать обязательно. На следующий после посадки год для клубники подойдут удобрения органического и минерального характера. А вот на третьем году посадок лучше ограничиться только минеральными. А на четвертый год можно снова добавлять органику. Как можно выявить по внешнему виду растений, что ему не хватает, каких веществ? Недостаток кальция проявляется потевневшими кончиками листьев, которые становятся бурыми. В таком случае можно потерять даже урожай. А если недостаточно калия, листочки начинают бледнеть, сохнуть по краям. Из-за неравномерного развития листовые пластины становятся морщинистыми. А когда не хватает азота, то протекает слабое цветение и происходит задержка плодоношения. Дефицит фосфора проявляется медленным ростом листьев и приобретением красновато-зеленого окраса. Если ваши кустики не зеленого окраса, а красные или пурпурные, то вашим кустикам не хватает магния. А когда не хватает марганца, то кусты и начинают засыхать и сбрасывать листву. Какие бывают подкормки клубники? Бывают корневые и внекорневые. Если вы будете вносить подкормку корневым способом, то ее лучше вносить после дождей, либо после полива. После внесения раствора почву необходимо поливать повторно. А если вы выбираете внекорневую подкормку, то ее лучше делать в пасмурную погоду. В солнечные дни опрыскивание лучше выполнять вечером, либо ранним утром. Внекорневые подкормки следует выполнять в случае высокого уровня кислотности почвы, проблем с корневой системой, или когда есть проблемы недостатка какого-либо элемента на разных частях растения. По составу удобрения разделяются на органические, минеральные и комплексные составы. Органические. Эта разновидность имеет животное или растительное происхождение. В эту группу относятся компост, навоз, включая птичий помет, и залу. Минеральные могут быть выполнены на основе азота, калия или фосфора. Комплексные составы подразумевают сочетание различных микро- и макроэлементов. Ранней весной можно использовать для подкормки нитромофоску. Нужно развести 1 столовую ложку средства в 10-литровом ведре воды. Такого объема хватит на 20 кустиков. Во второй половине апреля в качестве подкормки можно также использовать мочевину. Такое средство уместно, если температура воздуха не ниже 16 градусов. Чтобы приготовить раствор, для подкормки нужно развести в ведре воды 1 столовую ложку мочевины. Полученный объем распределить на 20 кустиков. А вот во время цветения растению необходим калий. Для такой подкормки в воду добавляют калийную селитру, 1 чайную ложку на 10 литров воды и поливают растение из расчета 1 литр на 2 куста. Этот же раствор можно использовать для опрыскивания. Для подкормки во время цветения калию можно добавить нитрофосфат 2 столовых ложки. Во время посадки клубники или за неделю до этого следует внести суперфосфаты. Необходимо 30 грамм средства на квадратный метр. К нему добавляют также сульфат калия или калимагнезию. Объем в 2 раза меньше, чем суперфосфаты. Если вы используете минеральные удобрения, то следует придерживаться указанных производителем дозировок. В противном случае можно остаться без урожая, так как в пищу ягоды будут непригодны. Большинство дачников любят использовать органические удобрения. Такие подкормки привлекают своим натуральным происхождением. Для клубники хорошо подходят следующие варианты. Зеленый чай. Для приготовления такого средства надо заполнить ведро крапивой и залить ее на несколько дней теплой водой. Корневую подкормку проводят после разведения состава в 10 частях воды. Для опрыскивания настой процеживают и разбавляют 20 частями воды. На один куст можно не более 1 литра раствора. Настойка из куриного помета. Такую органику надо замачивать в 20 частях воды и настаивать несколько дней. Под каждый куст вносят по 0,5 литра удобрения. Раствор из коровяка приготовляют по тому же принципу, что и средство из куриного помета. Его можно использовать для подкормок ранней весной, а также в начале цветения. Если делать подкормку компостом, то его нужно выложить. Слой примерно в 5 см вокруг куста. Оставить немного свободного места около его основания. Настойкой из золы для клубники лучшим источником такого удобрения является пшеничная или ржаная солома, береза, хвойные деревья. Достаточно поместить по горсти золы под каждый куст ранней весной и повторить процедуру после обрезки в конце сезона. Весеннюю подкормку проводят также настоем золы. Если на листьях появились желтые пятна или они начали подгнивать, то золу используют как опудривание. Достаточно 2 столовых ложки средства на один куст. Клубнику часто удобряют смесью органики минералов. Для первой подкормки хорошо используют сульфат аммония и коровяк. На одно ведро 10-литровое понадобится 1 столовая ложка гранул и пол-литра органики. Этот объем нужно распределить на 10 кустиков. Можно использовать удобрения из магазина. К ним относятся растворин, керу, кемеру, рязаночку, нутрифайт. Имущество комплексных удобрений заключается в сбалансированном составе и универсальности. Одно средство обычно подходит для нескольких культур. Использовать его следует в соответствии с инструкцией. Вот вы и прослушали краткую информацию о подкормке клубники. Надеюсь она вам будет полезная. Всем желаю хороших вырожаев и крепкого здоровья.